Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о книге Вселенная Метро 2033 «Измеритель». Про главных героев и антигероев, и про сами развязки, и то, что меня заинтересовало в самой книге. В этой книге меня заинтересовала больше всего история отца Максимыча. Максимыч — это имя его сына. Его именно так и зовут Максимыч. История после того, как на Смоленск упала ядерная бомба. Меня очень сильно это все заинтересовало. Книга мне понравилась сама по себе. Эта книга называется «Измеритель», потому что главный бункер Смоленска называется «Измеритель». Максимыч как таково не проявляет свое действие в первой части, но является главным героем все равно. И с ним очень много связано, из-за чего даже отец Максимыча шел на такие, как таково, крайние меры. Книгу я читал точно так же с интересом, как и книгу Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Эта книга точно так же полна страстей и ужасов «Метро 2033», но это все очень деликатно, и мне это очень даже понравилось. Потому что здесь имеются не только мутанты, как враги, но точно так же, как и люди, когда идет война между людьми. Это, например, тот же самый Сергей Деревнев, когда-то который захватил множество людей на гидроэлектростанции, после чего вся история закруглялась на нем. После того, как гидроэлектростанцию освободили от него, после множества убийств, так сказать, после того, как все-таки гидроэлектростанцию отстояли сами люди из измерителя, все считали, что Сергей Деревнев погиб, потому что он сбежал, как таково, даже не в теплой одежде, на улицу, после того, как прошел всего один год после взрыва ядерной бомбы. Но, как дала нам понять история, Сергей Деревнев вышел, и на всем этом закругляется вся история. Про двух подруг, например, из измерителя, подруг Максимыча, после того, как они были готовы пожертвовать себя ради того, чтобы его спасти, как они его любили и что пытались предпринять, чтобы его спасти. И книга очень интересная, и в ней очень много историй из прошлого, как таково. Из прошлого, когда только произошел ядерный взрыв. Например, озеро с удильщиками, Ромео. Удильщики – это очень страшные существа, которые сверху из себя выпускают цветок, ароматный именно, и все пытаются его, можно то ли съесть, то ли сорвать, ну, что же сделать. Таковы животные, что есть, хотят, все. Но удильщик – это он сжирает тех, кто, например, подошел к цветку, съедает и все. Но Ромео смог уничтожить того самого удильщика и подарить этот цветок, сорвав с его головы своей девушке. Книга очень интересная, и мне понравилась, потому что я люблю истории именно после выживания на войне. Как таково я вам советую прочитать эту книгу, мне она понравилась. Думаю, и вам понравится. Всем спасибо.